Это русский космос. Здравствуйте. Россия возвращается на Луну. В космической стратегии 2030 программа освоения спутника Земли занимает одно из центральных мест, и специалисты называют ее вполне реализуемой, прежде всего, потому что у нас есть от чего оттолкнуться, есть реальные достижения. У нас сегодня в гостях человек, который не просто принимал участие в этой программе, а, можно сказать, ей управлял, водитель советских луноходов генерал-майор Вячеслав Давгань. Вячеслав Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Георгиевич, вот сейчас нет у вас желания сесть за руль и показать России дорогу? Вы же там все знаете. Интересный вопрос. Конечно, желал бы с удовольствием, если была такая возможность представлена. Но надо потренироваться. Но еще хочу сказать, что и уже совершенно другой должен быть технический аппарат. 40 лет прошло. Да. Поэтому это совершенно новая машина, новый аппарат, новый космический аппарат. И для того, чтобы им управлять, надо научиться им управлять. Нужны тренировки, которые мы прошли перед управлением лунохода-1. Вот интересно, все-таки, по каким критериям вас отбирали? В конце 60-х годов я заканчивал Академию имени Дзержинского, тогда сейчас называется Академия Петра Великого и ракетных войск стратегического назначения. Но я и заканчивал в 67-м году, и тогда у нас все это шло по сокращенной программе. Обычные выпуски были в июне-июле, а это уже готовилась лунная программа, о которой мы, конечно, не знали, даже военная. Нас выпустили в конце марта, 30 марта 67-го года. Большинство выпускников были направлены на выполнение лунной программы. Лунная программа тогда была уже и как пилотирована, и так же, как и тогда это назывались автоматические межпланетные станции. Я был направлен, потом я узнал, что это центр дальней космической связи, войсковую часть 14-9 под Симферополем, поселок Школьное, откуда и проводились с 59-го года управление лунными космическими аппаратами. Когда в 67-м году я прибыл туда на пункт, а уже в 68-м году в мае поступила телеграмма на все такие научно-измерительные пункты, так они назывались, которые следили за всеми нашими космическими аппаратами, начиная от Евпатории до Камчатки. И я работал тогда на станции средств единого времени и службы связи в качестве инженера. А когда пришла телефонограмма об отборе желающих продолжить свою службу и деятельность для исследования космического пространства, то вот на каждом пункте командиры объявили об этом и принимали желающих, добровольцев. Желающих много было? С нашего пункта нас было 8 человек. В Институте медико-биологической проблемы было более полусотни. Когда нас осталось 17 человек, нас представили Олегу Георгиевичу Ивановскому, который был заместителем у Сергея Павловича Королева, в этот момент тоже работал в КБ Бабакина, НПО Лавочкин, как сейчас, и нашему командованию, как войсковому, так и гражданскому. И когда нас представили, нам объявляют, что вы предназначены для дистанционного управления техническим средством на Луне. Но вы тогда понимали, что это будет все-таки управление на Земле? Нет, конечно, мы сразу, как вы, уже еще и на Луну уже лететь надо. Вот, не Эдгард, вы будете сидеть на Земле. Но мы с вами еще поговорим. Вы же разочарование было какое-то, что вы остаетесь на Земле? Нам дали 10 минут перерыв. И вот ничего не обсуждая, мы вышли, и через 10 минут зашло, у нас уже 14 человек. Трое. Убежали. Ну, не то, что убежали, мы же военные люди. Просто нам сказали, ничего, вы будете заниматься и служить на своих местах. И при нас, когда вот это, кем вы будете, когда Олег Геннадьевич рассказал, какими мы должны обладать специфическими свойствами. Навыками. Вот навыки как раз и мы должны были получить. Прежде всего, учеба. Это в НИТРАЦМАШе, где создано было шасси Александром Леоновичем Кимурджаном и его командой. И лаборатория, которая была создана в КБ Георгия Николаевича Бакина. Олег Геннадьевич спросил, кто желает быть, вот тогда появился, водителем этого транспорта. Тогда о луноходе речи не было. Луноход не был еще, так сказать, в нашем обиходе словесном. Ну и робко так подняли семь человек руки. И вот нас семь человек направили в НИИТРАЦМАШ для изучения шасси будущего лунохода. А остальные семь человек должны были быть направлены на НПО-лавочки для изучения систем бортовых всех и научных приборов. Но тут буквально при нас это все произошло. И потом вдруг, подождите, а кто из вас является штурманами? У нас действительно оказалось два человека, которые проходили штурманскую подготовку в авиации. Их тут же обозначили штурманами. И еще вдруг сидят, беседуют, ученые же сидят. Мы-то в сторонке, как говорится. Когда мы все это узнали, как это будет. Что это на расстоянии 400 тысяч километров управлять. Мы все-таки расстроились, признаете себя? Нет, нет, нет. Как только вот... Ну как можно расстроиться, если это новое? Еще не было ничего этого. Не было. А здесь уже инженерная мысль должна была быть. Только значит, что навыки надо иметь по управлению транспортным средством. Вот тогда появилось слово экипаж. А вот каким транспортным средством? И вот тогда, когда мы начали читать научные труды, которые были, все эти разработки, мы вдруг читаем луноход, луноход, луноход. Вот мне интересно, какому транспортному средству близок луноход? Электромобиль. Он на колесах. Сейчас вы можете видеть даже автомобили на 12-16 колесах. А это было восьмиколесное шасси. Причем, значит, все колеса были ведущими. Все не могли, если заклинили где-то, отстрелиться и просто вращаться и быть ведомым. Из восьми колес на трех колесах можно было управлять луноходом и двигаться. Как только на листах Ватмана появились первые контуры будущей лунной машины, сразу же началось строительство лунодрома. Место выбрали в 20 километрах от Симферополя, в поселке Школьное. Задача была поставлена сложная – построить на Земле точную копию лунной поверхности со всеми кратерами, камнями и даже лунной пылью. Пейзаж лунодрома создавался по настоящим панорамам, переданным спутниками Луна-9 и Луна-13. Именно здесь, на лунодроме, предстояло оттачивать мастерство секретным водителям будущих луноходов. Весной 68-го план лунодрома был готов, а уже в сентябре экипаж приступил к тренировкам по управлению технологическим образцом лунохода на Земле. 10 метров вперед. Вас понял. Вперед 10 метров. В ноябре 70-го секретное транспортное средство сделало свои первые шаги по Луне. Геннадий Латыпов никогда раньше ничем не управлял. Даже на велосипеде мальчишка не гонял. Весь отряд водителей лунохода так и подбирали, чтобы никто никогда не сидел за рулем. Так как дорогу, по которой придется вести транспортное средство, надо было не видеть, а представлять мысленно. Все команды выдавались вот этой ручкой, сейчас называют джойстик, а вообще она была в свое время сделана под ручки самолетов, пилотов управления. Управление через телесигнал оказалось непростым. Не хватало пространства, которому так привыкли глаза. Все тело водителей было в датчиках. Каждую секунду снимались медицинские показатели состояния организма. Луноход-1 был рассчитан всего на два лунных дня активной жизни. По земным меркам – три месяца. Однако он путешествовал по Луне почти год. Луноход прошел 10,5 километров и перетал на Землю 25 тысяч фотографий и 217 панорам лунной поверхности. А вот интересно, как все это выглядело технически? Вот идет сигнал от передатчика, который, будем говорить, водитель, нажимает кнопку на рукоятке или штурвал, как мы его называли. Там была сверху кнопка, кнюпель называли мы. И вот как только мы выдаем команду по командной радиолинии через антенну, пошел сигнал на борт лунохода. 1,3 секунды идет до Луны, и мы должны получить так называемую квитанцию. У меня на пульте, на пульте у командира, на пульте у оператора острованоаппаральной антенны, это было три пульта, откуда шло управление этим луноходом. 2,6 секунды приходит. И еще есть задержка так называемая аппаратурная. Получалось 4,1 секунды, через 4,1 секунды мы могли получить моментальную фотографию, а не просто, допустим, как телевидение промышленно, 25 кадров в секунду. Нет, нет. Приходила фотография в черном-белом. Да ну о чем вы говорите? Это экран 35-сантиметровый по диагонали, черно-белое изображение. Конечно, с помехами появлялась картинка. И вот эта картинка, она должна быть расшифрована прежде всего водителем. И он рассказывает, что он видит перед собой, но на расстоянии приблизительно уже метра, потому что глазоньки, как мы их называем, это телекамеры, которые стояли на луноходе, у них была мертвая зона метр. И только вот начиная от метра, мы могли до расстояния приблизительно 5-7 метров произвести расшифровку, что там находится. И так вот объявляли, допустим, докладывал командиру, потому что у нас были позывные. У водителя был 101-й позывной, у оператора остро направленная антенна 102-й, а у командира 103-й. Я 103-й, я 101-й. Оценка обстановки. Идем справа налево. Справа 40, это 40 градусов, значит. Кратер 2 метра. Он уже такая четкая в процессе тренировок. Доклады должны быть четкими, короткими и понятными всем. Но корреспонденты прибывали, они не понимали, что это такое, а мы-то все это сразу схватывали. И группа управления, конечно, все это понимала. Дальше идем, допустим, опять справа. 60, допустим. Камень 20 на 30. Вам надо его объехать. Для того, чтобы объехать, нужно знать, значит, что клиренс какой. Клиренс у лунохода был 30 сантиметров. И если камень, я говорю, что это 25 сантиметров или 20, мы уже не поедем через него. Не из-за осторожности. Потому что между колесами впереди стоял еще прибор Кочарова, так мы называем его, РИФМА, который был предназначен для экспресс-анализа, химического экспресс-анализа лунного грунта, поверхности лунного грунта. Допустим, луноход подошел к какому-то кратеру или камню, и он должен остановиться над этим камнем, а у него 30 сантиметров от поверхности. И если этот камень, допустим, чуть-чуть выше, он собьет РИФМА. Но тут степень вашей ответственности совершенно понятна. И другое дело, что мы еще понимали, какой кратер можно пройти. Вообще, чтобы все понимали, что это был как единичка нашей ВАЗовской первой машины. 2,4 метра в длину, и еще 1,8 метра, панель солнечной батареи, почти 4 метра. 8 колес, справа 4, слева 4, значит, колея 1,6 метра, вес 756 килограмм. Ну, на Луне это 110, приблизительно так. Если заходишь в кратер глубокий, спускаешься еще, ладно, а когда выходишь, ты можешь панелью солнечной батареи зацепить реголит, то есть поверхность Луны. И от реголита, да, поднимется, конечно, и полностью закроет панель солнечной батареи. Вот, допустим, у нас кренодифферент лунохода, он приблизительно 28-30 градусов. Значит, выше, конечно, нет, нельзя. И существовала защита по крену и дифференту. Превышение 25 градусов или в сумме выдавалась автоматически команда на борту. Но дело в том, что она могла быть и не выдана. Поэтому в этот момент, как приходит телеметрическая информация, первый принимает, конечно, бортинженер, уже видит ее. Но тут же, ну, следом где-то через секунды три, у меня на стрелочном приборе показывается дифферент, но это же пришло через сколько секунд? Через 4,1, он-то идет, я-то выдал стоп, а он-то идет еще. Вот поэтому нужно было четко определить и оценить обстановку. Кратер, камни, расщелины, подъемы, спуски. Все это вот и докладывать командиру, и принимать самому решение. Конечно, луноход-1, первый сеанс, лунный день, мы работали 4 дня, прошло всего 108 сеансов связи. А второй лунный день у нас уже прошло 16 сеансов связи. А лунные сутки это 2 недели? Лунный день это 14,5 земных и лунные ноти, 14,5. Лунный день это? Лунный день 29, 29. Сутки 29. 29. Вот интересно, при такой ответственной напряженной работе, какой график-то у вас был? График был интересный. Все зависело от зоны видимости. Когда появляется луна? Она же может появиться не только ночью, она же появлялась и днем. Луноход стоит, мы его поставили в лунную ночь таким образом, чтобы первые солнечные лучи тут же попали на датчики, чтобы они включили приемы и передатчики на борту. И тут же мы открываем панель солнечной батареи на 90 градусов, чтобы первые лучи сразу же запитывали нашу буферную батарею, которая стояла в приборном отсеке. И тогда уже можно было приступать к движению лунохода. И вот эти вот ампер-часы, они все время за каждый наш сеанс связи убывали. Если было 200 ампер-часов, то где-то за сеанс связи уходило около 60. Радиовидимость приблизительно 9 часов. За сеансы связи первого лунного дня было пройдено 198 метров. А сам луноход, чтобы вы понимали, первая скорость имела он 33 сантиметра в секунду, вторая скорость была 66 сантиметров в секунду. И поэтому считайте, что если в сеанс связи приходит через 4,1 секунды сигнал, фотография, или как Олег Евгеньевич говорит, слайдовидение идет в черно-белом изображении. Вот этот снимок или слайд стоял, мог стоять в 4 режимах, которые разработал Михаил Сергеевич Рязанский. 10 секунд, 15 секунд и 21 секунд. Вот мы рассматриваем в течение 21 секунды, рассматриваем и оцениваем обстановку. Луноход стоит. Как только мы оценили и докладываем командиру, куда идти, там он говорит, первый вперед, 2 метра. Командир, добро, 101, 3 метра вперед. И штурвал вперед, кнюпель нажимал и снова на стоп. Ну, держал на стоп, чтобы можно было в любой момент кнопку нажать и послать команду на остановку лунохода. Таким образом, в первые сеансы связи, которых было, я говорю, 8 сеансов связи, луноход прошел 198 метров. А во втором лунном дне он уже вышел на 1 километр. В третьем лунном дне было принято решение вернуться к посадочной платформе. Это было как раз решение штурманской задачи, навигационной, которая была предназначена только для одной цели – прийти к нашему космонавту, который сел уже на Луну, подойти туда, к этому кораблю. И вот была решена эта задача. Было принято решение, мы отошли в сторону и взяли курс. И через 4 сеанса связи был сделан первый перекресток на Луне. Его сначала потеряли, а потом сенсационно нашли. Луноход заставил поволноваться многих, особенно ученых, для которых он все еще представляет научную ценность. Однако из поля зрения российских специалистов ни Луноход-1, ни Луноход-2 никогда не пропадали. Никогда никаких луноходов российские ученые не теряли, советские ученые не теряли. Действительно, некоторое время ученые всего мира пытались и не могли найти советский планетоход на поверхности Луны. Современные лазеры с направленным пучком света промахивались, а старые лазерные пушки попадали в зону видимости уголковых отражателей. Стали стрелять более точным, более узким лазером, а стреляли в старую координату. И промахивались. Широким пятном попадали, узким не попадали. Вот снимки, сделанные сверхточной американской камерой с орбиты Луны. Это пятно и есть луноход. Прекрасно виден и лунный путь Советского Союза. Обнаружен луноход-2 и показано изображение как раз места, где он маневрировал внутри кратера. Луноход-2 – советская автоматическая станция для исследования спутника Земли. Он прелунился в 1973 году и проработал почти полгода. Изучил магнитное поле, температуру и почву Луны. На самоходном аппарате был установлен специальный рефлектор – уголковый отражатель, который действует до сих пор. Это конструкция, состоящая из трех зеркальных отражающих поверхностей. С любого направления, пришедший радиолей луч, оптический луч, отражается точно в направлении прихода луча. С помощью уголкового отражателя можно измерять точное расстояние между Землей и Луной, и не только. Мы можем понять, как Луна, очень точно, как Луна движется, как она покачивается на орбите, а она чуть-чуть покачивается в зависимости от того, насколько твердая или не очень твердая у нее недра. Так что это очень важно для геофизика. Анализируя данные, ученые познают строение Луны и историю образования нашего вечного спутника. Интерес же к нашим луноходам у американцев далеко не беспочвенный. От шумихи вокруг Луны американское космическое агентство ждет ответной реакции в правительстве. Им наши луноходы, в общем-то, безразличны. Им важно подогревать интерес к их программе. Это их спутник, это их камера, нашли Аполлоны, показали картинки, где видны Аполлоны, показали луноходы. Это пресса, а это значит, что Конгресс даст деньги. Все. А пока за океаном его теряли и находили, луноход по-прежнему был на своем штатном месте, на веки припаркованный у лунного кратера. И так будет стоять еще долго, отражая сигналы и будоража умы землян. Как вы считаете, новые луноходы, они будут строиться по тем же принципам? Ну, сейчас, во-первых, совершенно другая элементная база. Раз. Во-вторых, совершенно другие возможности интеллектуального плана. Но, конечно, под контролем должно быть. Кто-то должен выдать, следить, во-первых, и должен выдать команду. Водитель, я думаю, так и должен остаться водителем, потому что он же будет вести. Все эти испытания и до, и после, они все-таки приводят к тому, что на Луне транспортное средство должно быть колесным, таким, как то. Оно может быть не обязательно восьмиколесным. Оно может быть шестиколесным. Оно может иметь совершенно различные подвески. Оно сейчас может преодолевать, допустим, препятствия чуть ли не вертикальные. Это есть уже такие отработки. И привычно, и в то же время надежно. Надежно. Там специально отработка. Потом практика же показала так. Возьмите марсоходы, которые пошли. Они же, честно говоря, были разработаны нашими конструкторами. В ней трансмаши. В НПО Мини-Лавочкино до сих пор хранится третий летный экземпляр Лунохода-3. На Луну, к сожалению, он не попал, но два его предшественника исколесили планету вдоль и поперек. Как знать, может быть, опустив его на приполярную зону, можно было бы в те 70-е годы уже тогда сказать о том, что да, оказалось, мы нашли и следы воды. Но вот этого не произошло, поэтому мы об этом говорим только сейчас. В НПО Мини-Лавочкино в проекте два аппарата. Один для исследования Луны, луна-ресурс, второй для Марса. Наша посадочная платформа не только для доставки на планету индийского лунохода, но и как исследовательская база. Мы опускаем небольшую платформочку на поверхность Луны, на которой находится маленький-маленький луноходик индийский. Порядка 15 килограмм. Другой проект – марсоход, аппарат с совершенно иной системой передвижения. Многое разработчики взяли из советской марсианской программы 80-х. Вот так подобная система передвижения испытывалась на Камчатке. Мы их называем груздозацепами. Они обеспечивают хорошее сцепление с твердыми. Когда почва планеты достаточно твердая, тогда они хорошо цепляются. Поэтому вот такая конструкция специально сделана, достаточно жесткая конструкция. И наши испытания показали, что это сделано удачно. И мы забирались даже под 90 градусов. Здесь разработана система слепого управления. Шасси двигается очень хорошо на небольших высотах. Однако если аппарат столкнулся с препятствием выше колес, он остановится. Тогда спасти миссию может вот такая система. На автомобильном сленге называется «кенгурятником». Марсианский бампер упрется в преграду и поможет аппарату обойти препятствия. Сегодня развитие неземной техники переживает новый подъем. Европа, Китай, Индия, Япония испытывают передовые планетоходы. Пока они только покоряют земные препятствия и преграды. Но вскоре эти аппараты, роботы и планетоходы откроют землянам путь на другие планеты. Не только же Россия интересуется Луной, да, и свои программы. Да. И у Америки, и у Европы, и у Китая. Вот вы сейчас, как думаете, наши новые луноходы, они конкурентоспособны? Безусловно. Ну, а и НПУ Лавочкина, который готовит сейчас Луна-ресурс, где будут луноходы, и так называемые маленькие промышленные луноходы, они готовятся, разрабатываются. Все они колесные. Точно так же китайцы, но они все время с нами консультируются. И из Индии, и из Германии, вот из Европейского космического агентства. Приезжают делегации, они только вот смотрят методику управления, конструкцию. Все записывают, все разрешено, все открыто. Да мы тоже заинтересованы. Как говорится, не хай так и будет. Вячеслав Георгиевич, ну вот по космической стратегии 2030, в 2020 году у нас отправляется луноход, в 2030 человек, и после 2030 года уже освоение Луны, строительство базы, поселение вокруг нее. Вот вы считаете, справимся мы с этой программой? Я думаю, что вот наши умы, российские, они всегда были, есть и будут. Именно они позволят выполнить эту программу. Конечно, она будет, на мой взгляд, корректироваться. Никуда мы не денемся. Корректироваться будет. Но то, что мы будем на Луне, у меня никаких сомнений нет. Только так можешь жить и радоваться жизни. Если ты будешь считать, что это невыполнимо, все, на этом дело закончится. И твоя жизнь, и чужая. Спасибо, Вячеслав Георгиевич, что порадовали сегодня нас присутствием в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо и вам за приглашение и за память о ветеранах, особенно о членах экипажа Лунохода. Мы сейчас будем отмечать 16 января 2013 года, 40-ю годовщину. 16 января ваш покорный слуга свел его на поверхность Луны. Напомню, у нас в гостях был водитель советских луноходов генерал-майор Вячеслав Давгань. Вы смотрели программу «Русский космос». Благодарим вас за внимание. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин